Самым зловредным, будем так говорить, является клещ Эксодис персулькатус. Видите, самый маленький. Самый маленький, но самый опасный. Встреча с крохотным кровопийцей для человека может обернуться большими неприятностями. Этот вид – единственный переносчик энцефалита в нашем регионе. Впрочем, мастере газа стоит абсолютно всех клещей, тем более сейчас, когда потеплело и паразиты захотели крови. Первые клещи появились вместе с первыми проталинами. Не только мы с вами радуемся весны, выползаем на солнышко. Клещи делают то же самое. Действительно, теплая погода манит людей на природу. Гарантированно защититься от зловредных кровопийц, конечно, невозможно. Однако правила безопасности соблюдать все же необходимо, особенно в одежде. Носки поверх брюк, брюки поверх рубашки, на голове какой-нибудь косынка или какая-нибудь шапочка. Если клещ все же прицепился, специалисты советуют не паниковать, а попробовать его осторожно удалить. Клеща нужно смазать любым жиросодержащим веществом. Это может быть сливочное масло, это может быть растительное масло, это может быть губная помада, любой крем. Подождать минут 15 до получаса. Конечно, пострадавших от укусов клещей пока нет, ведь сезон пикников только начался. Зато наступившую весну уже почувствовали аллергики. Добрый день. Как, Руслан, у тебя дела? Детский центр аллергологии 2-й областной больницы заполнен маленькими пациентами. Долгожданная весна вместо радости этим детям принесла огорчение. Наступающий сезон цветения для многих время всерьез позаботиться о здоровье. В связи с пищевой аллергией на цветение трав, деревьев, вот из-за этого побегает, тоже начинает задыхаться, кашлять. В весенний период у нас запыленность идет и пыльцой растений. И, к сожалению, апрель-май – это те месяцы, которые для больных или склонных людей к аллергии опасны, потому что начинается цветение таких растений, как береза, ольха. Врачи советуют относиться выборочно к еде. А вот тем, кто склонности к аллергии не имеет, наоборот, побольше есть овощей и фруктов, дабы восполнить недостаток витаминов в организме. Особенно полезны в это время мясо, злаки, молочные продукты, цитрусовые, а также квашеная капуста. Салаты из квашеной капусты по содержанию витамина С, она нисколько не уступает и цитрусовым продуктам. Впрочем, у весны все же больше радости, чем неприятностей. Хорошее настроение – залог хорошего здоровья, а иногда и лучшее лекарство. Юлия Гафарова, Вадим Нечаев. Наше время.